Друзья, всем привет! Давайте немного окунемся в историю цензуры. Кинематограф, телевидение, театр, радио, музыка, печатная продукция могут подлежать цензуре. Так власть пытается контролировать нежелательную для себя информацию, которая содержится в фильмах, сериалах, книгах, песнях. В последнее время к этому перечню можно добавить интернет. Цензоры даже изобрели свою формулу – вырезать нельзя оставить. Цензура возникла в древние времена. Платону не нравились поэты, нарушающие спокойствие и влияющие на изменение общественных нравов. Греческий философ предлагал изгнать их из Афин. Поэту Овидию пришлось покинуть Древний Рим. Он находился в ссылке в далекой провинции, так как официальная политика власти в то время не соответствовала тому, что пропагандировал поэт. По мнению Аристотеля, наоборот, цензура полезна. Ученик Платона признавал, что в искусстве присутствует политика и мораль. Его задача – менять человека в лучшую сторону. По этой причине искусство следует использовать в воспитательных целях и необходимо строго контролировать художественную деятельность. Россияне впервые столкнулись с цензурой в XVIII веке. Некоторые книги русским людям стали запрещать читать после того, как князь Владимир крестил Русь. Дата составления первого списка отреченных книг 1073 год. В наше время многие не понимают причину отказа в издании «Медного всадника». Эта поэма, написанная Пушкиным, как и другие произведения Александра Сергеевича, не нравились цензору, который не давал добро на их печать. За стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов попал в Кавказскую ссылку. Монастырские эпизоды из братьев Кармазовых Достоевского подвергались жесткой цензуре. Когда Лев Толстой сочинял дворцовые сцены из романа «Война и мир», он вынужден был их цензурировать. В 30-х годах XX века в Советском Союзе запретили упоминать о том, что в стране был голод. Под цензурные ограничения попали стихийные бедствия и даже плохая погода. Книги писателей, которых репрессировали, запретили. Упоминать об этих произведениях тоже было нельзя. Вся информация, распространяемая в Советском Союзе по внутренним официальным каналам, подвергалась цензуре. Это касалось театра, музыки, телевидения, радио, газет и книг. В СССР цензурировали как уже созданные произведения, так и отзывы о них читателей и слушателей. Прибегать к аллюзиям и намекам тоже было нельзя. В Российской Федерации цензуру запретили на официальном уровне. В третьей статье закона о СМИ говорится, что цензура недопустима. Нарушение этой нормы считается уголовным преступлением. С юридической точки зрения цензура в современной России отсутствует, но фактически ее используют путем модерирования, редактирования и тому подобных действий. Лояльные власти, главный редактор – это тот же цензор. Он может запретить публиковать разоблачительный материал, а свои действия оправдать редакционной политикой. Свободное информационное поле еще сохраняется в интернете. Но честные авторы, которые выкладывают посты с нежелательной для власти правдой, сразу отправляются в бан. Их травят компьютерные боты. Информацию в интернете стали проверять модераторы, которые вычитывают тексты до того, как они попадут на сайт. Нарушители норм УК, публикующие контент, нежелательный для властей, становятся фигурантами уголовных дел. Если пользователь интернета перепостил такой контент, он тоже может сесть в тюрьму. Исправить ситуацию с цензурой помогут сети на основе веб-3, которые свободны и анонимны. На них нет цензуры от слова совсем, а модерацию осуществляют сами пользователи. Только они решают, дать жизнь публикации или нет. Никто не может единоличным решением отправить вас в бан или заблокировать вашу страницу. Примером такой свободной сети служит Social, которая отвечает всем требованиям децентрализации, анонимности и безопасности. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новости о площадке Social.